Девушки отдыхают Из-за необходимости добывать мясо появились новые орудия труда, а людям пришлось учиться сотрудничать и, конечно, готовить сей полезный продукт. Впрочем, это не столь сложная наука. Мы это докажем. С вами шоу «Магия кухни» и я, Ксения Сухомазова. Начинаем! О том, как правильно готовить мясо, нам расскажет бренд-шеф-технолог сразу нескольких заведений. Бифор-бар, балкон, кофе-оке и ресторана «Жизель». Поприветствуем Александра Смехнова. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Ксения! Александр Смехнов. Шеф-повар с 15-летним стажем работы. В его обязанности входит не только составление меню, но и набор, а также обучение персонала. За годы, проведенные на кухне, наш шеф научился готовить все. Закуски, салаты, горячее десерты, выпечку. Своей специализацией считает европейскую кухню, но при желании отлично справляется и с азиатскими блюдами. Ну а нужный тон задаст певица, которую без преувеличения можно назвать легендарной. Ее любят далеко за пределами нашей страны. Встречайте, Роза Рымбаева! Роза Куанышевна, добро пожаловать на нашу кухню. Ну что ж, друзья, Александр, рассказывайте, чего мы готовим. Мы сегодня приготовим медальоны с телятины, запеченным картофелем на соли и с салатом из микса зелени, с конкосой помидоры и мясным соусом. Вау, звучит красиво. Вы пробовали Роза Куанышевна? Для нас, в общем-то, знакомы эти блюда. Мясо-то все мы хорошо знаем, картошка, это для нас близко. Ну а я, как и любая хозяйка, умею выбирать продукты, с которыми готовится мясо. Согласитесь, никто не станет есть сухой, ничем не сдобренный кусок, поэтому встает вопрос о выборе масел и соусов. Я даю предпочтение брендам «Три желания» – «Шедевр» и «Золотые горы» от компании «Евразиан Фудс Корпорейшнс». Эти продукты меня еще ни разу не подводили и не портили вкус моих блюд. Скажите нам, шеф, с какими лучше всего соусами подавать, к примеру, говядину? Ну, на основе бульона, овощей с добавлением кореньев, вина, спектр, скажем, продуктов может быть очень большим. Но в данном случае мы используем… А в данном случае мы будем использовать, правда, готовый мясной соус. Он на основе костного бульона с добавлением овощей, корня сельдерея, чеснока, лука. Это домигля с которым? Да. Ага, так и говорите, что он так называется. А цвет коричневый вот. Ну, как бы вам сказать, здесь недостаточно количества вина, потому что он более кислый. В нашем случае он такой более пряный, более мясной. За счет чего он коричневый получился, цвет приобрел? Этот соус варится около 2-3 суток, он вываривается и становится очень концентрированным. Густым и коричневым, интересно. Ну что ж, давайте уже приступим к разводительному заданию, что делать нужно нам. Чесночок можно порезать любой формой, выложить его в чашечку. Я приступаю. Друзья, если вы не знали, то разговорочная не только у нас певица, так сказать, известная. Расскажи, что женщина, прежде всего. Я вот хочу как раз сказать, что розыковая ныжная, прежде всего, женщина, и она хозяйка. И представляете, я вот до программы буквально узнала, что она готовит сама. Представляете, она стоит на кухне и варит своим детям различные блюда, готовит им. Мало того, что она делает еще и много, да, розыковая ныжная? В небольшом количестве семья большая, у казахов всегда гости. И ты на всякий случай всегда готовишь лишние 3-4 порции обязательно. Или с учетом обед, остальное на ужин, или на завтра подогреть. На завтра иногда бывает вкуснее даже, если подогреть. Александр, я что-то стою без дела. Вы стоите без дела? А, ну тогда давайте возьмем противень. Давайте. Из духовки. Хорошо. Засыпем. Александр, я не очень мелко прошу. Нет, нет, нет. Форма нарезки абсолютно... Среднего такой раз. Да, она не влияет ни на что. Так, мы достали противень для того, чтобы... Для того, чтобы запечь картофель. Ага, а картофель печется, видишь, в большом количестве соли. Ну надо же. А так он не будет переселённым? Такое я впервые слышала. Так как картофель будет в мундире... А, вот оно что. Да. Картошка в себя возьмёт нужное количество соли. Больше соли она в себя не возьмёт. А она ещё будет неочищенная. Ага. Да, молодую. То есть она практически запекается в соли, в горячую. Да, да. Вот оно что, как в углях. Здесь, да, вот-вот-вот. Вы уже начинаете понимать суть. Я понимаю, соль. Почему именно так? Потому что температура высокая. Она будет при большой температуре, соль сама по себе... Как на песке. Да, да, да. Александр, вот всё прекрасно, но я опять же стою без дела. Соль вы опять же насыпали соль. Так вот, я вам показываю, вот как надо подготовить картофель. Чуть-чуть его надрезать и сюда положить. То есть мы такие крестообразные надрезы сделали? Да, сейчас картофель, когда будет запекаться, картофель чуть-чуть раскроется. Александр, вот эту траву как резать? А её не надо резать. Просто бросать? Просто туда бросать. Смешать? И мы это зальём сейчас растительным маслом. Оно постоит какое-то время, и оно будет ароматным. Впитает в себя аромат чеснока, тимьяна, розмарина. И потом на основе этого ароматного масла мы будем мариновать мясо. Ну что, мы, я думаю, должны залить его, да, уже маслом? Да. Что мне ещё прикажете, Александр? Ой, да я даже вот как-то, как-то даже не знаю. Ну, чтобы ускорить наш процесс, чтобы параллельно всё двигалось. Ну, можно тогда подготовить помидорку. Резать. Просто её порезать, мы её добавим к миксу салата, и этот салат подадим к стойку. Резать кубиками? На ваше усмотрение. На ваше усмотрение. А траву? А траву нет, она как есть. Сколько нужно налить масла? Полную чашку. Полную? Ну, дальше. Ну, а я тогда тем временем займусь мясом. Ну, вы нас тоже, пожалуйста, в курс дела там посвящайте. Мы же должны знать, сроку я ночью, мы же тоже хозяйки. Александр, только телятина или говядина, баранину там допускается? По сути, можно, да, приготовить и баранину аналогичным способом. И курицу, да? Ну, можно, просто будут какие-то другие специи. Ещё? Посмотрите. Да, достаточно. Отлично. Я вот беру бонфиле, вырезку, в данном случае говяжью. Всё, маринуется. Выбираю отсюда самый такой сочный кусочек. Всё остальное можно где-нибудь использовать в других блюдах. Картошечку надо надрезать. Ещё надрезать? А, ну, чтобы туда проникал сок, понимаешь? Соль проникал. Как надрезать? А вот внутри такой крестообразный обрез. Ну, поставим, скажем, 5-6 картошечек. Использовать будем всего две, но все остальные вы просто можете потом попробовать. Надрезаем. С двух сторон? С одной стороны? Она сверху должна распределиться. Да, только с одной стороны. Здесь уже получилось, всё нормально. И сколько, кстати, картошек, Лена, ставим? Да можно штук, ну, просто чтобы не одна запекалась, штук 5. Вот ещё одну и всё. Прекрасно. А я пока специями приправлю мясо. В рукавички. Ставишь в духовку. А там внутри, Александр, там туда не проникаете? Я думаю, натовыще. Чтобы внутри тоже пропекалось. Ну, это тогда надо делать заранее. К примеру, как шашлык маринуют на ночь, к примеру. Можно сделать так. А так как это нежное мясо, оно... Ну, да. Нет проблем. Розгонышно. Ау, скажите мне, есть ли у вас какое-нибудь коронное блюдо? Ну, бешфарма. Ладно, бешфарма, но это долго, да? Все называют это блюдо для ленивой женщины, потому что ты поставила мясо, оно варится там около трёх часов. Сочни тоже сейчас готовые можно купить. Но за это время хозяйка успевает пообщаться с гостями, салаты нарезать. То есть вы вот этого 4 часа ждёте, пока оно сварится, вы всё это время болтаете? Зачем? У нас в баурсах жарится в это время, салаты режутся, стол накрывается, посуда вытаскивается. А что-нибудь быстрое, например? Вот пришли дети, да, например, прибежали быстренько, мам, хотим кушать. Из быстрых мясных, например, можно курицу быстро приготовить, можно сардельки всегда пожарить и к нему отварить макароны. Ну, курицу, вот давайте рецепт от Розы Рымбаевой. Нарезала курицу, пожарила, лук, морковь. На сковороде? Можно чеснок, да, можно чеснок. Можно на сковородке, можно чеснок, можно всякие приправы, соус добавить. Потом немножко потушить обязательно. Курица, так как быстро готовится, самознаешь, можно полчаса потушить. Можно сметанки-то для нежности. Вот и соус там, там же и соус находится. Всё там же варится. Экспресс-рецепт. Да, я отварила пачку макарон на гарнир, да и всё, и подала. Прекрасно. Александр уже там что-то нам напридумывал, уже что-то сделал красивое. Ну, я не хотел мешать вашей беседе. А мы даже не заметили. Я приправил специями для гриля. Так, что это за специи? Ну, они готовы, продаются в магазине, называется специя для гриля. А, всё понятно, для гриля. Хорошо подходит к мясу. Так. Там очень много всего. И вот это зелень. Это прованские травы. Там тимьян, розмарин, базилик. Мы так и знали. Да, да. Тоже очень хорошо сочетается с мясом. И добавил вот это замечательное ароматное масло. Вот теперь мясо должно... Посолили ещё немножко. Вот пока я ещё не солил. Солить буду в самую последнюю очередь, чтобы мясо осталось максимально сочным. А вот я сразу всегда солю, наверное, поэтому суховатый 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 суховатый. Магий с любого продукта. Испарение, да. И поэтому мясо может быть чуть-чуть суховатым. Вот секрет, кстати, да? Секреты кухни. Магия даже кухни. Магия кухни. Ага. Так, картофель нам этот уже не нужен. А мы почему-то всегда с соли начинаем. Да, да. Посолить. Соль, перец, да. Потом поперчить. Да, да, да. Вот поперчить, да, можно. Перец ничего не забирает, да? Никакую влагу, ничего? Нет. Она отдаёт аромат. Чёрный перец. Вот оно пока стоит. Картошечка наша запекается. Подготовим багет. Появилась такая мысль, чтобы медальон не стоял на тарелке, скажем, пустым. Ага. Да. Поставить его на тост. Тост тем самым пропитается соком мяса. И его в прикуску будет очень даже вкусно. Интересное решение. Да. Давайте. Александр, нам нужно ещё с розыгрышной чем-нибудь тебе занять? Или мы должны уже смотреть и вникать? Ну, наверное, уже остаётся только ждать, пока всё запечётся. Хорошо. Видишь, как он режет? Наискость, да, красиво? Наискость. Ну да, потом мы сейчас его обжарим на сковородочке, чтобы это получился такой, своего рода, как сухарик. Вы знаете, вот это очень важно. Вот мои дети любят, вот итальянский хлеб называется, да, вот туда чеснок. Да. Сливочное масло. Да, с зеленью там обычно, петрушка идёт. Вот можно посмотреть, вот как это делается. Хотите, я у вас нож заберу разгоночную? Я тоже на готовлю. Что-то вы приходите по кухне уже. Я боюсь уже. Ну, если со сливочным маслом с зеленью, ну так, давайте сливочное масло. Сливочное масло. Как опять же. Я уже за ним иду. Жирность какая? Это очень важно? Да. 82%. Настоящее. Это хорошее масло. Кстати, не раз обращала внимание, что повара часто в горячие блюда добавляют сливочное масло. Как оно влияет на вкус? Если это в соусе, соус становится более эластичным. Можно просто сделать соус на основе красного вина и сливочного масла? Ну, наверное, мы его сделаем томлёным. Надо будет зажечь плиту и разогреть. Давайте. Я уже занимаюсь открытием масла. Это уже очень важный момент. Можно будет использовать вот, к примеру, такую посуду. Так, включаем газ. Сюда мы положим. Так, поставили сотейничек. Сколько масла мы берём примерно? Ну, мясо маслом-то не испортишь. Я такое слышала про кашу, на самом деле. Ну, у нас, к сожалению, нету петрушки, но из раздела итальянской кухни почему бы и нет. Ну, тимьянам тоже не испортишь масло тогда уже. Да, да, да. Мы можем добавить тимьянчик. А я думала, вы там готовые зелени нарезанные у вас есть? А эту зелень я хочу использовать в микс-салате. Это такой дополнительный гарнир к мясу. Всё-таки все мы сейчас боремся за здоровую пищу. О, да. Поэтому почему бы мясо не подавать с салатом? А, кстати, вот о диетах, да, и полезном питании. Росканыш, ну, вот вы прекрасно выглядите, да, у вас такая замечательная стройная фигура. Может, какие-то диеты, может быть, вы что-то не едите, исключаете из рациона? Нет, нет, я ем с удовольствием. Я ем... Ночью? Немного, но я люблю поесть вкусную. Ага. Да, поэтому я не переедаю никогда, это просто у меня такое... Ну и не ограничиваетесь. Не нуждается мой организм, мой желудок в большом количестве. А что касается моей худавы, она у меня всю жизнь, у меня родители, гены. Ну, ты тоже такая же не меняешься, сколько я тебя знаю. Это я сразу подготовила мясо. Да, это точно. Зато про нас говорят, сухопара я. Вот. Масло почти растопилось уже. Ну, оно растопится, и, наверное, мы его оставим, потому что нам надо будет сначала пожарить хлеб, чтобы у него появилась корочка. Корочка, ага. То есть без района. Опять же, если это дома... То есть толсты могут это быть, да, в обычном толстере приготовленном? Конечно, по сути, да. Опять же, если дома хозяйка, надо быстро-быстро все приготовить, так можно его нарезать и поставить в духовку, к примеру, с тем же самым картофелем. Отлично. Кстати, картофель... А картофель сколько у нас готовится? Да не сорок. А, так, теперь ставим сковороду для хлеба. Да, давайте мы его подсушим. Не убираем. Никакого масла, ничего не наливаем? Зачем, да, мы его подсушим на сухой сковородке, а потом его переложим в тарелочку и смажем сливочным маслом. Ой, как просто. Да, на самом деле ничего сложного. Завтрак – это начало твоего дня. Будет ли он насыщенным? Полным ярких красок. Пройдут ли гладко все намеченные дела? Или тебя закрутит в будничных заботах? За завтраком все это не важно. Масло «Золотые горы». Вкус и польза. Вот что важно. Ну, вот он уже готов. Вот у меня есть кисточка. О, специальная кисточка, да. Да, очень удобно. Надо приобрести. У нас еще дома нет кисточки, да. Смотри, как тут. И просто можно смочить. Он сейчас впитается. Может, просто макнуть, да, нет? А если вот так макнуть? Ну, если у вас большой дастархан и много гостей к вам пришли, то, конечно, некогда там каждой кисточкой смачивать. Поэтому надо это делать как-то быстро и можно, в принципе, куда-то положить. А вообще по технологии нужно кисточкой. Так мы более равномерно растягиваем масло. И, соответственно, не получится, что в одном участке хлеб будет сильно жирный и влажный, а с другой стороны его будет недостаточно. Сейчас будет пахнуть. Да. И теперь вот мы в данном случае смотрим, чтобы мясо начало потихонечку белеть. Вот как где-то оно побелеет, условно, миллиметров на пять, мы его начнем потом переворачивать. А вот есть же различные, да, вот эти вот способы зажарки, да, вот это вот, medium, rare, там еще какие-то well done и так далее. Вот мы до какого будем? А вы до какого вы хотите? Раскуна, что любите с кровью мясо? Ну, среднее, наверное, да? Чтобы чуть-чуть, да? Ну, какой казах не любит мясо, вот скажите? Я знаю, я знаю. Мы с мясом родились. А вы казах не любите medium well? Такое оно жарится в собственном соку, да, получается? Да, я просто, видите, я даже масло на сковородку не наливаю, это то, которое было только в маринаде. Скажите, а по-другому вот тоньше можно резать, чтобы она насквозь вот прям пожарилась? Можно, можно. Что, мясо уже пожарилось? А, оно пообжарилось. Да. Ну, так исходя из того, что вот сейчас в данном случае это medium rare, то есть он достаточно сырой и с кровью будет. По нему даже видно, вот он достаточно мягкий. Мягкий. А довести его до готовности в духовке вместе с картофелем. Итак, мы запаковали в фольгу его. И туда же. Сколько минут? Ну, ориентировочно минут около десяти. Ну, и пока наше мясо и картошечка поспевают в духовке, мы перейдем ко второй части, ко второму блюду. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, а сейчас, дорогие телезрители, Александр поделится с вами своим новым рецептом. Чем будем заниматься дальше, Александр? А сейчас мы приготовим закуску из сыровяленой конины с двумя благородными сырами с салатом из микс-зелени. Давайте начнем. Давайте. Канина – это же наше самое любимое мясо. Конечно. У всех казахов. Что нам для этого понадобится? Канина сыровяленная. Да. Ну, тем, чтобы вас чем-нибудь занять. Давайте, займите нас. Да. Как резать? Можно не резать, можно поломать руками. Если резать, ну, абсолютно на ваше усмотрение. Хаотично. Да. И вот еще один сыр. Это бри или кабамбер? Это бри. Бри. Это сыр альпенблю с плесенью. И у нас есть пармезан. Так. Вот мы, по сути, можем использовать все три сыра. Единственное, пармезан. Пармезан сверху давайте натрем. Да, мы его натрем. Давайте, когда режем. А как я должна резать бри? Ну, можете, допустим, оставить половину и половину эту разломать. Такие хаотичные куски разваленного сыра. А можете порезать? Как вам больше нравится? Нет, понимаете, я... Мне нужны четкие указания. Хорошо. Я же женщина, мне нужна... Порежьте сегментами, треугольничками. Отлично. Хорошо. Отлично. А я как раз пока порежу мясо. Итак, каждый занимается своим делом. Но все-таки, знаете, что-то я как-то по цене, у тебя неловко чувствую. Старательно режу сыр. Да. Росконечно, я хочу вас переместить немножечко с края, Александра поставить посередине, чтобы мы наблюдали все-таки за его действиями. Возьмем. А, хорошо. А то мы его не видим. Вот вы стоите где-то сзади, понимаете, и мы думаем, что же там Александр творит. А я как истинный шеф на кухне за спиной подглядываю, что мои ученики делают. Мы стараемся, Александр. Все правильно. Вот наши сыры. Ой, конина прекрасная какая. Это казахстанская конина? Да, наша местная. На базаре? Да, купленная на базаре. Это же прекрасно, да, когда мы имеем возможность купить продукты исключительно свои, собственные казахстанские. Поэтому я лично вас призываю покупать все казахстанское. Ничем не отличается. Теперь возьмем тарелочку. Все экологически наше. Это да. Достаточно ли количества сегментов? Очень даже. Прекрасно. Очень даже. Я справилась, поставленная задача. Розгоночная я вижу тоже. Ну, как ты сказал. Ну, я стараюсь не отставать. Она сама ломается вообще сама по себе? У Александра вообще шедевры какие-то делает уже, накручивая. Ну, на самом деле ничего такого сверхъестественного. Рука же набита. Да, ну просто вот так положить было бы неинтересно. Ну, конечно. А вот если блюдо будет объемным, так же интереснее. Даже сразу скушать хочется, когда вы так красиво лежите, да? Ну, так съешьте. Я стесняюсь. А можно мне? Пожалуйста. Можно мне? Я казашка, я не могу без мяса. Тем более, как они... Шучу я. Хочется попробовать. Я уже хочу пока не через этот просьб. Там же будет еще, наверное, соус, да? Какой-то еще же трава, вот эта вот интересная зелень. Теперь мы выложим сыр. Положим его как-нибудь хаотично. Выложим сыр. Очень вкусное мясо. Ксения, зря ты отказалась. Я еще попробую. Я смотрю на него. Сейчас мы будем с вами замешивать в салат. Саша, а помидоры наши? А помидоры мы сейчас добавим в салат. Да, они ждут своего часа. Можно? Да, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Занимайте меня. Да, мы вот возьмем чуть-чуть салата. А пармезан? А вот пармезан можно мелким слайсом. Можно ножом, можно вот этим ножом, да. Очень даже. А мы тем временем добавим помидоры в какую-то часть. Оставшиеся мы оставим для другого салата, там, где у нас медальоны. Мы возьмем оливковое масло. А соль, перец? Обязательно. Сейчас добавим. В самую последнюю очередь, как я вам говорил, перец. Надо добавлять соль. Да. Вот как люди раньше жили без вот этого вот ножа специального для сыра. Так удобно, а? Такими мелкими слайсами сразу срезать. Мы это добавим потом. Соус густой у вас. Да, это бальзамический уксус. Он выпаренный, поэтому он характерно... Такой густой. Александр, сколько сыра мне резать? Я могу не останавливаться. Достаточно, достаточно. А то я увлеченная такая, знаете. Вам понравилось, да. Да. Пармезан мы добавим потом. А бальзамиком мы сбрызнем все это дело. Вот так вот тоненькой струечкой, чтобы было красиво. Но он же еще и на вкус же вкусный, а? Да, он пряный по-своему. Да, кислинка. Да. И сыр вот как-нибудь вот так вот сейчас поломаем. Пожалуйста, готовое блюдо. Прекрасно. Копченая конина с благородными сырами. Произвольно нарезаем бри и любой другой сыр с голубой плесенью. Конину подают слайсами. В микс салат добавляем помидоры, приправляем овощи с солью и перцем, а также оливковым маслом. Сверху поливаем бальзамическим уксусом и выкладываем салат к нарезке. Украшаем сыром пармезан. Закуска готова. Ну как там наше мясо? Опять же, он руками трогает фольгу. Они не чувствуют температуру. Готово? Да. Есть. Ура. Мясо готово. Я за тарелочкой. Позвольте мне какую-нибудь досточку. Или я встану в центр, чтобы меня было видно. Вот это оно все. Александр, вы мясо солили или сейчас будете солить? Если честно, я забыл его посолить. А, вот так вот. И я его посолю именно сейчас. Вы забыли, мы вас перехвалили, да? Да. Мы, может, отвлекли просто своими вопросами. Ну вот, тогда сейчас вот так его разрежем. О, отлично. Ну, вот минимум, я же говорю. Пальцы-то, оказывается, помнят. Картошка наша запеклась. Я предлагаю, пока я буду раскладывать картофель. Соус. С Розой Куанышевной мы будем заправлять салат. Мне. А у вас, Ксения, просто разогреть соус. Вот этот винный. Вот этот коричневый. Да, демиглас. Хорошо. Как много соуса? Ну, на одну порцию. Вот, в принципе, хватает. На одну порцию. Я же знаю. Ой, демиглас вообще чудесный. Вкусный. Правда, да, что его из костей варят? Да. Это по принципу костного темного бульона. Угу. Старой советской кухни и был такой. Есть, допустим, соус красный основной. Ну, так вот он делается на коричневом бульоне. Коричневый бульон делается из жареных костей с мукой. Из сливочного масла. Угу. Поэтому, на самом деле, в старой советской кухне очень много элементов, в той же самой Франции, Италии, Испании. А мы с вами тогда сейчас заправим салат. Заправим его также оливковым маслом. Соль. Перец. Соль. Свежемолотый. Свежемолотый. Так вкуснее. Помидоры. Да, добавим сюда помидоры. И масло. Польем сюда масло. Угу. Все это дело сейчас перемешаем. Ну, такой салатик домашний. Ничего огурцов не хватает. Да, да. А лимончик? Почему бы и нет? Всегда можно лимончику. Да, можно лимончик. Пару капель, да? Ммм, расконечно. У вас прям талант. Лимончик и еще какую-нибудь брензу. Да. Я же тут греческий салат. Ну, у нас там есть. И оливки. У нас есть сыр. И перешли на греческий салат. А вот теперь нам нужен будет наш тост. Наконец-то. Дошла очередь. Наш тост. На тост мы выложим наши два замечательных медальона. Как-нибудь, к примеру, вот так. Рядом. Рядом выложим салат. Или нет? Или да? Ну, к мясу же всегда подается салат. Ну, гарнирчик такой, да, так скажем? Да, небольшой он такой, чтобы был чуть-чуть свежий. И аппетитный такой вид. Но, может быть, все-таки добавим сыра в салат? В салат? Вы знаете, вот здесь вот так много сыра. Как вы думаете? Ну, я так чуть-чуть. Вот сюда? Для вида. Ну, давайте. Давайте. Может, пармезан натереть? Давайте пармезан. Лучше натереть. А у нас он есть. Да. Натертый. У него еще хуже такой специфический. Аж прям. Вот теперь мы возьмем наш картофель. Он достаточно хорошо запекся. Вот так мы его сломаем, выложим рядом. Саша, достаточно? Да, конечно. А соус у нас уже разогрелся и готов. Да. Какая прелесть? А я думала, вы на мясо капните. Можно и на мясо. Вот, лучше, по-моему, на мясо. Чуть, конечно, да. И, ну, если соуса будет недостаточно, всегда можно подать соуснички. Рядом поставить, да, рядом. Слышно. Ну, да. Шедевр готов. И закуска у нас с копченой кониной, с благородными сырами, тоже готова. Боже мой. Знаешь, что самое интересное? Сейчас мы должны это попробовать. Пожалуйста. Ну, может, тогда выключим камеры и поедим? С удовольствием. С удовольствием. Медальоны из телятины с запеченным картофелем. Высыпаем на противень соль и выкладываем картофель в мундире. Для того, чтобы гарнир лучше пропекся, делаем на корнеплодах надрезы. Отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов на 30-40 минут. Говяжью вырезку маринуем в специях гриль и ароматном масле. Его мы приготовили из растительного масла, розмарина, тимьяна и произвольно нарезанного чеснока. Тем временем ломать багета подрумяниваем на сухой сковороде и смазываем сливочным маслом, растопленным зеленью тимьяна. Мясо сначала обжариваем, затем доводим до готовности в духовке, а после выкладываем на хлеб. Подаем салатом из микса зелени и помидоров, заправленных оливковым маслом и бальзамическим уксусом. При желании можно добавить сыр пармезан. Дополняем блюдо запеченным картофелем и соусом демиглас. Приятного аппетита! Знаете, после отмены трапезы сложно не полюбить мясо. Кроме того, теперь я с уверенностью могу утверждать, что через такие блюда лежит путь к сердцу не только мужчины, но и любой женщины. Спасибо бренд-шефу Александру Смехнову. И, конечно же, нашей гости, великолепной певице Родзия Рымбаева. Прежде всего, помощница Александра. Для вас подарки от нашего генерального партнера. Вот такие потрясающие. Держите. Наш генеральный партнер Евразия Unputs Corporation с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». Заготовьте с удовольствием. Спасибо. Спасибо. До новых встреч, друзья. Это было шоу «Магия кухни». И я его ведущая, Ксения Сухомазова. «Магия кухни». Масло «Золотые горы». Вкус и польза. Вот что важно. «Магия кухни». Магия кухни. Магия кухни. «Магия кухни».